Ну что ж, вот и пришло время рыбных котлеток. Причем вы же знаете, что это диетический продукт, очень высокое содержание белка рыбы и фосфора, дает нам определенные микроэлементы и, что правильно, витамины. Поэтому, ну, с мясными котлетами и так все уже понятно. С котлетами из птиц, с пожарским тоже понятно. А вот рыбные котлеты еще далеко не раскрыта вся тема рыбных котлет, поэтому сегодня рыбные котлеты из чего? Из сома. Берем филе сома или любой другой рыбы, но для котлет очень важно, чтобы рыба была клейкая. Клейкая рыба у нас судак, клейкая рыба у нас получается щука. Все мы знаем, что из нее неплохие котлеты получаются. Сом, налим, осетр. Это клейкие виды рыб, которые прекрасно без яйца и без дополнительных склеящих элементов создают фрикадельки или котлетки, или котлеты для бугеров и так далее. Ну, то есть, изделия из фарша, из этих видов рыб очень хороши. То есть, что мы сделали? Порезали так, потом порезали иначе, поперек. Рыбу, конечно, можно пропустить и через мясорубку, но, знаете, повоража ленивые люди. Надо потом мыть мясорубку. Если бы, конечно, был человек, который мыл все время все за мной, я бы тогда большое количество гаджетов использовал. Вот так, руками быстрее и эффективнее. Ну, и вы знаете, рубленый фарш все-таки оставляет больше сока внутри каждого кусочка рыбы, поэтому я вас уверяю, вы не пожалеете. Фарш отправляем в тазик сразу же. У меня есть немного петрушки и укропа. Мелко рубим и отправляем сразу же в фарш. Это придаст фаршу определенную свежесть и дополнительный аромат. И сразу же отправляем в фарш. Теперь в фарш добавляем сухой чеснок. От свежего чеснока будет очень сильный яркий аромат. Нам в котлетах он не нужен, а сухой чеснок придаст легкий флер и легкую пикантность нашему фаршу. Обязательно добавляем пассерованный лук на сливочном масле. Здесь буквально 2 столовые ложки. Соль по вкусу. А вот перца я всегда рекомендую добавлять побольше. В любые котлеты, в любой фарш добавляйте больше черного перца, и тогда котлеты станут в 5 раз ароматнее. Все тщательно перемешиваем. Сначала нам нужно отварить булгур. Для этого мы его промыли. Я его высыпаю в сотейник. И заливаю водой так, чтобы вода покрывала буквально на сантиметр крупу. Довожу до кипения. Как только он начинает бурно кипеть, его нужно закрыть крышкой. Ну, в моем случае, это тарелочка. Он должен кипеть под крышкой на маленьком огне 5 минут. Затем его следует убрать на другой стол или просто с плиты. И оставить еще минут на 15. Он соберет в себя всю воду и будет готов к потреблению. Пора переходить к котлетам. В сковородку наливаю сразу немного масла. Просто обычного растительного масла. Надо побольше. Врубаю девяточку, чтобы сковорода сразу же разогревалась. Еще раз перемешиваю фарш. Формируем котлетки и выкладываем на сковородку. Ого! Класс! Выкладываю их на сковородку. Сразу делаю температуру поменьше, чтобы котлеты не горели. Да. Как только котлеты подрумянились, сразу их переворачиваем. Нам их не нужно готовить до готовности, до полной. Мы их потом доведем в духовке. Как только котлетки подрумянились с другой стороны, не нужно их долго держать на сковороде, иначе они высохнут. Те, которые готовы, мы их сразу перекладываем на маленький противень. Их можно сбрызнуть немножко маслом, на котором они жарились. Это не помешает дополнительный вкус. Котлеты отправляем в духовку. Умидея решеточка выдерживает 15 килограмм. Очень удобно. И не падает. Отправляем в духовку. Вверх-вниз, без конвекции. Температуру ставим 150 градусов. 7 минут. Пока котлеты стоят в духовке, у нас есть время заняться гарниром. Как я уже сказал, на гарнир у нас будет булгур. Причем я не буду придумывать ничего сверхъестественного. Я всего лишь сюда добавлю сливочного масла. Разгребаю крупу. И на самое дно кладу сливочное масло. Теперь я включаю плиту. Индукция снизу начинает быстро нагреваться. Масло тает. Нужно просто помешивать булгур. Слегка сразу его посолю. Булгур, по сути, это пшеница. Поэтому всего лишь сливочное масло делает его самодостаточным и полноценным. Масло тает. Перемешиваем. Нагреваем булгур. В этой кастрюльке у меня давно уже кипит бульон. Вернее так. Это соус. Я взял все отходы от рыбы. У меня там было и от судака, и от сома, и от трески. Сложил все в кастрюльку. Добавил туда морковь и лук. Лавровый лист обязательно посолил. И варил, 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 варил. Пока у меня не осталось на дне буквально литр. Затем я все это процедил вот сюда. Через марлю, в мелкую кастрюльку. Теперь в бульон осталось добавить сливки. И он будет полноценным соусом. Желающие еще могут сюда добавить немного сливочного масла. Потому что у меня, например, рыба вся такая нежирная. Судак, треска, сома, они это все как бы отсутствие жира. А соус хочется, чтобы он был масляным таким, сливочным. Поэтому маленький кусочек масла нам не помешает. Котлеты готовы. О, класс. Ставим котлетки на плиту. И переходим к самому важному, к сервировке. Значит, в центр тарелки я выкладываю булгур. Вот так вот, по-русски. Булгура много не кладите, потому что нужно оставить место для котлеток. Ой, какие румяные, красивые котлетки получились. Давай-ка. Ты у нас в эту сторону. А ты с этой стороны. Во! Котлетки у нас здесь как дома. Ну и теперь, конечно же, соус. Ух ты! Какой вкусный! Выпаренный, концентрированный рыбный бульон. К рыбным котлеткам. Даливаем соус по краю, чтобы он ушел вниз, пропитал булгур. Теперь каплю оливкового масла всего лишь для декора. Оливковое масло зелененькое. Оно очень красиво будет смотреться на рыбном бульоне. И не забывайте про украшения. Котлетки с булгуром, да и с вкуснейшим рыбным соусом. Конечно, это такое вот теплое, вкусное домашнее блюдо. Медея, почувствуй себя дома.